Продолжение следует... Да нет, я здесь сижу своих друзей, мы просто говорили с ними в это время здесь посидеть, и я хотела их строить здесь. Так я уже находила один раз. Ну это редкость, очень большая редкость, так, попасть тоже нельзя. Ну, мы пытаемся друг другу попасть. Ну вы, у вас какие-то, может, есть вопросы духовные по спасению души, о Боге, если что-то знаю, могу ответить. Ну, я, на то есть, у меня вопросов, если честно, нет, потому что, ну когда у меня есть вопросы, ну то есть у меня нет сейчас вообще вопросов никаких. Ну если у вас вопросы будут какие-то, вы можете зайти по скайп, и пообщаться, задать любые вопросы, можете взять своих друзей, вот по спасению души, вообще, или жизненные какие-то вопросы. А так, заходите на наши ресурсы, там вы все найдете, как живут верующие, увидите. В ютубе канал у нас 42 миллиона просмотра. Заходите на наш канал, в ютубе. А как он называется? Называется, во свете Библии. Сейчас я найду, подождите. Во свете Библии. Хорошо. А вы почему здесь сидите? 42 тысячи у нас подписчиков. Мы людям говорим о том, что то, что они тут делают, за это их ждет тяжелое наказание после смерти. Чтобы мы хотим, чтобы они это тут не делали, не занимались этим. Вытаскиваем людей из этой грязи, которые тут сделают. Матерятся, пьют, курят. Что только тут не делают. Вы с ними не общаетесь, не смотрите, потому что это заразиться этим может. Ну, я переключаю. Ну. Нашли? Получилось найти канал? Ну да, сейчас, подождите, просто капельку интернет уходит. Посмотрите, Библии называется. Полное название такое. Вот этот? Да, 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 вот. Вот, вот. 42 тысячи подписчиков. Вы увидите, как живут верующие. Как многие вопросы решаются. Как молятся. Ну, вот. Все, я подписалась. Смотрите обязательно. Давайте вам. С Богом. Божий, как вас зовут? У меня зовут Диана. Ну, все, да благословит вас Господь. Хорошо. Все. Спасибо, до свидания. Что ты трясешься? Сейчас дым в голову. Кожу себе испортил всю. Дым в голове. Мусор в голове. Кожа испортит, испоганил все кожу на всю жизнь. Бог запретил это делать. Вы в Бога верите? Ничего, что хочешь, то и делай. Да, отвечай. Ничего, отвечать не придется. Ну, вот, ты видишь. А не материться можешь не материться? Нет. Ну, все, ты раб сигареты, раб музыки, своих татуировок, матершины своей. Ты раб какой ты? Бога нет. Все, ты раб. Я не рад. Ты можешь выйти из этого, ты можешь выйти из греха этого. Ну, вот, как всегда, испорченная кожа, курят, все одинаковые. Почему испорченная кожа? Ну, вот, что у тебя на руке-то там? Да я работаю. Грязная. Да вон, да какой грязный там татуировка. Грязная. А, ну и что? Еще и лжешь. Что ему, вон? Ты львов. Ладно, я уж подойду, не обижайся. Не обижайся. Ну, давай, давай. Ну, просто зачем мы этот... Я говорю, переключаю постоянно. То курят и матерятся, и татуировка все. И снова я опять то же самое. Нет, да у меня татуировка одна, единственная. Что-то сделала. Ну, господь, видишь, господь запретил. Говорит, не носите письма на тело. Ладно. А у тебя же, ты один живешь? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Что-то пропало картинка. Все, что-то едят постоянно. То курят. Бухают. Чего? Едят. То есть, что, поесть нельзя, там, не знаю, на кухне у себя или где-то. Ну, вот, и матершина пошла сразу. Хоть один бы без мат. Не нравится, переключает. А вы не материться можете? Не материться? Нет. Ну, хотя бы на момент разговоров, на какое-то время. Попробуй, это очень будет тяжело. Мы пить, мы это пить. Что-то плохо слышно. То ли интернет у меня, то ли еще что-то. Ну, да, это. Слушайте, ты тоже пропадаешь. У меня, похоже, это дело, что-то зависает. Ну, или может у меня нет. Ну, не факт. Заходите на наши ресурсы, у нас богатый ресурс, 42 миллиона просмотров. Мы, верующие люди, показываем, как оживем. Где, где? В Ютубе. Как называется? Канал называется «Во свете Библии». Наберете, увидите там, бородатый такой дедушка стоит. Там все вопросы, вы можете связаться, и все вопросы для жизни. Увидите, как живут верующие, благодаря Богу. Какие дела делают? Я вас понял. Зайдете, посмотрите. Для души вам, и вы сами тоже, если захотите, вы выйти из этого рабства. От сигарет, матерешины. Все там можно найти. Ну, слава Богу. Не охотно, ладно. Давайте, все. До свидания. До свидания. О, Магомед. Выйди из тьмы, что-то там в тьме застрял. Кто? Ну, просвети себя, хоть. Почему тебя не видно? Свет вырубили. Ну, вырубили свет. У вас такая книга дома есть? Святая книга. Господь ее нам дал. Не, нету. Ну, зря, потому что тогда вы не знаете волю Божью, как жить правильно. Чтобы не погибнуть в огне гиенском. Мы уже во многом нагрешили. Ну, ничего. Господь пришел не к праведным, а к грешникам. Чтобы больше не грешили. Исповедовать. Сходить в церковь свой грех. Уверовать в Иисуса Христа. За то, что он умер за наши грехи. И получить жизнь вечную. Но жизни вечной-то нету. Ну, так откуда вы знаете, что нету? Господь говорит, да. Как говорится, рождаются и так же погибают люди. Вечно нету жизни. Ну, а как тогда Господь воскрес? Его распяли, на третий день Он воскрес. Около двухсот свидетелей этому были, как Он воскрес. И во всему, весь мир об этом оповестили. Весь мир в итоге, сколько там, 4 миллиарда человек знает это и верует в это. Он воскрес, и так и мы воскреснем телами. Вы знали об этом? Что вы умрете? Но в последний день в страшный суд будет воскресение тел. То есть Господь вызовет всех, и все воскреснут люди, и будет страшный суд. Вы об этом знали? Нет, первый раз такое слышу. Вот знаете, это истина Божия. Она открыта во Святой Библии. Все в это люди верили, все, кто живут по ней, они знают это что-то. Так и будет, но уже Господь воскрес, всех воскресит с собой. В будущем. В последний век, то есть когда вот кончины человеческой истории произойдет, восядет антихрист. Вы пошутили, а? Я пошутил, а ты... Такой серьезный. Ну что? Ну хоть поздоровайся, нет? На улице что ли стоит? Ты поздоровайся, дети. Да. Да, да, на улице. Машины. Вы только можете не материться-то, не материться. Хорошо. Я его постоянно прошу не материться. Не материтесь, потому что это скверные слова, за которые придется потом перед Богом отвечать. Да, Жень, ты не сколько будешь отвечать за свои слова, ты за сколько кого, кто слышал твои слова еще, ты за него будешь отвечать, что его соблазнили. Да, это жестко. Кто-нибудь из вас есть, кто в Бога верует? Всем. Вот анимешник. Ждешь. Ой, брони его. Че матерись? Все. Аниме. Ты нам больше не дарил, уходи. Это гибель. Да, да, да. Это гибель души. Гибель, понял, тебе даже старший человек говорит, гибель для души. Я вышел, я сам в детстве смотрел это и вышел из этого. Это такая же страсть, как курение, алкоголизм, игромания и прочие страсти. Это грехи. Зависимость. Это зависимость, да. Человек становится вне... Понял. Понял тебя. И смотри эту хрень. Так, молодые люди. Душел. Запомните. Вот если вы запомните, че надо избегать в жизни. Вы много, много, много чему... Можете много горести, то есть горе и страдания избежать. Никогда. Никогда не материтесь. Никогда не играйте в компьютерные игры. Никогда. Я стараюсь. Да, 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 да. Да. Не смотрите никогда порнографию. Аниме и прочее вот это все... Это все из одного источника. Вы увидите. Если вы будете заниматься вот этими, что я перечислил, оно все вместе у вас пойдет. То есть будешь материться, ты будешь играть в игры. Будешь играть в игры, будешь материться. Будешь играть в игры, будешь смотреть порнографию. Вы рабы этого станете. Это зачастую. Это все, все это связано очень вместе. Если вы это избежите в жизни, то есть скажете, нет, такое не буду делать, у вас по-другому жизнь пойдет. Я вас хочу просто предупредить, чтобы вы знали, мы уже прошли этот многие путь, люди. И многие погибли, и семьи у многих распались из-за игр, из-за этого всего. Вы единственный хороший человек. Которого мы встретили. Господь призвал всех к праведной жизни. Говорит, будьте святы, как и я свят. И это все мы читаем в книге в Библии. Мы православные христиане. Людям здесь зашли и рассказываем о том, как правильно надо жить, чтобы спасти свою душу. Заходите на наши ресурсы. У нас в Ютубе есть 42 миллиона просмотров ресурсы. Вы тоже туда попадете. Так нельзя... Что-то пропали вы. Что нельзя? В компьютер играть. Как мы посмотрим? Нет, в компьютер, смотрите, Бог это дал. Интернет, компьютер. Но как ты будешь это использовать? Если ты это для благих дел будешь использовать, то за это будет награда. А если для плохих... Точнее, если для хороших дел, то за это будет награда. А если для плохих дел, то за это будет наказание. То есть, как ты будешь это использовать? Как ты распорядишься тем, что тебе Бог дал? Заходите на наш канал. Называется «Во свете Библии». Запишите. Вы себя там увидите. Как? «Во свете Библии». Что? Вот. Там такой бородатый дедушка нарисован. Ага, хорошо. Подписывайтесь, смотрите, увидите, как живут верующие, как жить правильно надо. Чтобы не погибнуть и в этой жизни, и в смертной, и после смерти вечное блаженство получить. Заходите. Во свете Библии. Обязательно зайдем. Обязательно зайдем. Себя увидите в течение 10 дней. Чем более. Давайте. В течение 10 дней. Все. До свидания. До свидания. Приятно было пообщаться. Благодарю вас. Хорошие люди попались, тоже редкость. С миром вам. С миром. Вы откуда? Я на месте, вроде ниоткуда. Я имею в виду, что в каком городе? В Казани я живу. Да. В Казани. Казань? В Казань. А верующие, что ли? Верующие, что ли? Да, мы верующие сюда зашли людям сообщить, что тут вот что они тут делают. Это они за это будут после смерти вечно страдать. Гене огненной. Людям об этом тут говорим. Вы тут видите, чем они занимаются? Пьют, бухают, курят. Всякие раздетые там. Ужас какой-то. Вот мы показываем. Так, а мы же рождаемы. А как-то? Мы же рождаемся голыми тоже. Они обратно к истокам возвращаются. То есть стыда никакого нету. Да, не знаю даже. Сложно. И что, как успехи? Бывает, попадаются хорошие люди, один на сто, которым можно указать правильный путь, который Господь нас приведет. Мы делимся этим путем. Что мы должны свято жить на самом деле. Мы не должны жить для себя. Мы должны до ближнего жить, свято. И вот как жить, это описано в Святой Библии, в этой книге. Мы православные христиане. То есть не сектанты никакие. Людям рассказываем об этом. У нас есть православный канал большой на ютубе. 42 миллиона просмотров общий. Как называется? Во свете Библии называется канал. Вы там и тоже себя увидите тоже. Потому что пишется у нас. А, вы стримите что ли? Ну, записывается ролик, записывается. Хорошие ли, вот мы как бы молимся, что попались хорошие люди, кто услышит. Не будет ни материться, ничего. Люди вот попались, слава богу. Сегодня прям... Не, ну я просто не верующий. Ну, я здесь не занимаюсь этими непотребствами. Как бы. Так что... Ну, тут видите. Тут вообще помойка, из нее надо выходить. Тут максимум, что можно, это вот людям проповедовать. А хорошее... Потому что с кем-то тут поговоришь. Такие... 80% мусульмане. То есть они сюда заходят. То есть у них там 4 жены разрешено. А здесь они ездят на кобылах русских. То есть бесплатно. Ладно, для чего он пошел. Никто не знает свою книгу Коран. Никто не знает практически. Ну, это... Мне кажется, и среди православных так то же самое. Ничем не отличаются. Люди везде одинаковые пусть. Да, правильно. Да, так и есть. Тоже не знает. Ладно, удачи вам. Давайте с Божьей помощью. В вашем деле. Благодарю. Божьей помощью. Ну, что спряталось. Ну, опять раздетый. Ну, что такое? Голый, раздетый, курят. Матерятся. Вы материться не будете? Да, я умер. Красивая борода мужик. Благодарю. Благодарю. А у вас где борода? А мы еще молодые. Я еще молод. Ну, так когда будет расти, вы ее не трогайте, не воюйте с ней каждый день. На король, да, все? Потихоньку. Потому что Бог дал мужчине бороду, а женщине не дал. Зачем уподобляться женщине, правильно? Ну, у женщины там есть борода. А вы можете не материться? Ну, ладно. Ну, не материтесь, пожалуйста. А? Не материтесь, пожалуйста. Ну, ладно. Ладно, мужик, мы пойдем, мы пособу всяких идиотов ищем. Мы пойдем, ладно. Заходите на наши ресурсы. У нас 42 миллиона просмотров. Это что? У нас ресурсы в Ютубе, канал. Наш? Ресурс, да? Ресурс, да, такой есть. Называется «Во свете Библии» в Ютуб-канал. И вы там тоже сейчас будете. Придется вот мне, когда вы сматерились, туда пик вставлять. Ну, ладно, там. Пиком будет как-то. А, нет, ничего. Ну, уйди в шуку, ты на дуёмная. Вы в Бога-то верите? Да. Ну, хватит деньги, но вы хотите, чтобы я не провести. Лично я, да. Вот, если... Молодец. Если вы верите, вы должны поступать по его заповедям. Потому что, если нарушать его заповеди, то будем отвечать на страшном суде. Я, 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 я. Что? Я, 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 я. У тебя, я, 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 я. У тебя, я, 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 я. Вы верующими лучше не общаться вообще. Потому что они вас развратят. С кем нельзя общаться? С неверующими. Они развратят вас. И вам, вы просто погибнете с ними вместе. И всё. Душою, конечно же. После смерти попадёте в ад. Зачем это надо? Надо жить по вот этой святой книге, святой Библии. Мы, православные христиане, людям об этом рассказываем. Что другого пути нет для спасения, как только жить по заповедям. Нельзя не материться, не курить, не пить, нельзя обманывать. Играть в компьютерные игры. Попробуй, пойдём читать. Смотреть порнографию. С девушками. То есть, блуд иметь какой-либо. Это всё запрещено. Если ты это нарушишь, ты погибнешь душой своей. Это бегущий демократерист. Извините. Так, заходите на наши ресурсы, и вы там много чего хорошего для себя увидите. Жизнь свою исправить. Как ибун называется? Веди в канал. Во свете Библии называется. Как? Во свете Библии. Во свете Библии. Сейчас туда ждите. Вы увидите, как живёт православная община. Строится православная деревня. Люди. Как они общаются. Как женщины одеты. Посмотрите, у нас все в платках. То есть, женщины все в платках. Они с детства уже покрыты головой. Целомудренны. Мужчины все с бородами только. Ну, как-то, лица женские, закрывать, это уже как-то нестурадно. Нет, это целомудрие. Она сохраняет себя, женщины, когда покрывает. А так она развращается. И от неё ничего не останется уже к 35 годам. Она макияж и прочее делает. Ничего не остаётся от внешнего вида. Всё. Сгорает всё. А что нам можно с девушками делать? Повторите. А что нам можно с девушками делать? С девушками ничего не нужно. Их даже дотрагиваться не надо. Пока не будет благословения родителей, не будет законное венчание, брак перед Богом. То есть, будет она честная, верующая. Обязательно должна... Если она не верующая, она вас погубит. Вы будете подкаблучник, она вас совратит, родит от вас, потом бросит и будете оплатителями алименты. И всё. Поэтому надо искать только верующего и быть самому верующим. Ходить в храм, исповедовать свои грехи. И Господь прощает и даёт силу жить правильно. Жить свято. Нормально мужик-то не убить. Это что за христа-то? Сегодня прям в души люди попадаются. А вообще... Идиот-то в общагии не идиоты, реально. Вообще один разврат. Что там у вас? Больше ничего нету. Разврат один. Да, тачик вообще развратит. Ну ладно, я вас предупредил, что вот чем нельзя заниматься. Постарайтесь в жизни вот это избежать всё. Если вы это избежите, вы свою жизнь сохраните. Не будете, как все погибшие, разрушенные семьи, больные дети. Такого не должно быть. Живите по Святой Библии, ходите в храм Божий. Господь вас ждёт. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обременённые, я упакую вас. То есть, Господь всех ждёт и призывает. А есть у вас? Иисус Христос, естественно. А есть у вас жена? Конечно, есть. У меня она с покрытой головой, боится мужа, никогда не прикоснует мне. Потому что Господь мне послал такую жену. Я верую, потому что я верую в Бога. И прошу Бога, и Господь мне посылает. И вам я того же желаю, чтобы вы тоже поверили, стали жить правильно. Если у вас какие-то вопросы есть по духовной жизни, по какие-то божественные вопросы, может какие-то не можете разрешить, вы можете задать, я могу ответ знать. Могу не знать. Можете мне задать вопрос. А Бог не существует, да? Конечно. То, что Бог существует, доказательства ты сам. Ты личность. Ты сам себя ощущаешь. Ты же ощущаешь, что ты есть личность. Природа, она безличностна. Она не может породить личность. Камень не может породить курицу. Курица не может породить слона. Потому что в ней нет ничего из этого. А ты личность. А личность может порождать личность. То есть Господь, великая личность породила тебя. То есть она создала тебя из ничего. Дивно так. Посмотри, как мир устроен дивно. Все друг сочетается. Все с друг с другом сходится. Все очень умно устроено. Это Господь сделал. Вот даже возьми, да, там, телефон свой, да, ну, сложный элемент, ну, тебе же в голову не придет, что он сам по себе как-то там ветер надул, и он где-то там составился, где-то в вселенной, нет, это человек сделал, и это невозможно, чтобы кто-то сделал телефон, а представляешь, живое существо, миллион раз сложнее, чем телефон, и о нем глупцы говорят, что оно само появилось, само, сами по себе, это только глупые люди, развращенные, которые хотят ни за что не отвечать. А где этот Бог обитает? Господь везде есть, везде, то есть он вездесущий, то есть он в данный момент... То есть он не может это, находиться в одном месте? Если захочет, может, но он как по естеству своему везде обитает, но если, допустим, он захочет где-то находиться, в виде кого-то, в виде ангела, в виде человека, он может там находиться, но это не отменяет его в виде сущности. А что будет, если мы будем верить Бога, ну, в церковь ходить, что такое? Вы спасете свою душу. Во-первых, у вас жизнь станет интересная, глубже, чем в миллион раз, чем у всех остальных людей. Вы будете... вам Господь будет отвечать на молитву. Вам будет... вы будете знать, вас не обманет человек никакой. Вы не будете бояться людей, потому что вы будете бояться Бога. Бог будет с вами ходить, владыка вселенной. Он будет вам помогать в жизни и доведет вас до вечной жизни, то есть в царстве своем. И у вас многие грехи... то есть вы от многих грехов... многие грехи избежите просто-напросто. Потому что грех – это не просто. Грех – это смерть. То есть если ты согрешишь, то после уже все по-другому пойдет. После греха человек другим становится. И пока он не покается, не исповедуется, он только падает вниз, 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 вниз и все, конец сам. Мир этим живет. Привязан к сигаретам, к алкоголю, к играм. То есть ко всякой лжи. То есть рабами этого всего становится. А когда ты с Богом, ты свободен. У тебя свобода. У тебя будет голова хорошо работать. Тебя не обманешь. Спасибо. Ладно, благодарю вас. Заходите на наши ресурсы. Вы там и себя увидите. Молодцы, спасибо. Дай Бог, благословит вас Господь. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok